приветствую вас на канале цвета охота сегодня у нас понедельник привоз на самом деле вчера пришел просто вот видео получилось сегодня только снять это это уже который дубль по счету переживаний много сейчас погода такая у нас вообще маябрь на улице не май а маябрь потому что снег был вроде как раз на потепление должно быть судя по прогнозу погоды у нас сегодняшнего дня там 0 и плюс дальше поехали тепло вот что хотела сказать хотела напомнить что у нас есть правила группы правила в на сайте есть их можно почитать их нужно почитать и перед заказом там идет галочка перед оформлением что да я читала правила я знаю я все как бы в курсе и тех кто не читал я тоже прошу туда зайти пожалуйста почитайте мы все очень подробно расписывали и про то как оформляется заказ как доставляется какие могут быть риски по тайским сансом вообще много всего все что можно было мы постарались все учесть все расписать чтобы как можно меньше было вопросов что по привозу по привозу у нас получается процентов так 30 наверно от привоза это папоротники в основном то конечно все зеленые у нас в этот раз кроме вот ярких там пятнышек ну в целом то тоже декоративные лиственные как-то меня там поругали ну что такое совсем нет цветущих растений ну вот из редко сейчас антуриумы выкупаю если что-то интересное есть в большинстве это конечно это вот либо сансы либо что такое ну вот еще садовая там хвойники конферен микс называется купила ну таки прикольно кстати говоря давайте будем уже что-то показывать то я стою болтаю и ничего не показываю здесь у нас папоротник древовидный на самом деле это крупномер папоротник привожу уже не в первый раз вот такие вот мохнатые вайки у него прикольный но конечно требовательно к поливу лучше не пропускать он этого вам не простит далее у нас есть папоротник грин фанта вот один из моих любимчиков папоротников по внешнему виду потому что мне очень нравятся его вайки острые к основанию и пушистые видите у них разветвления какие идут красивые пышные принципе все мне в нем нравится плюс виталия это третий вид папоротника он конечно пока кудрявия покурчавия вон он какой классный тоже кстати он разветвление такие но он как-то вот компакт не смотрится ну такой прям пушок пушистый так что еще у нас есть у нас есть хая тогда у нас купили мануалова я ее снова увидела а почему бы нет ну как бы прям специальный под заказ не выкупала вот просто потому что потому что ее давно не было ну и надо было там тоже осует денежки принципе цена размер очень даже впечатляет если считать узлы то примерно 1 2 3 4 5 6 7 ну больше 10 я думаю здесь узлов точно есть так что прекрасная хойка здесь у нас фикус радиканс варегатный здесь правильно произнесла напишу название при монтаже это ампельный фикус принципе хорошо дошел слава богу потому что в прошлый раз когда я его купала он как-то совсем плохо перенес дорогу здесь очень даже хорошо почему собственно я один то его и взяла потому что думала мама мало ли вдруг не доедет так что хотя бы было не так жалко ну конечно жалко но ввиду своей деятельности я уже знаете как говорится у каждого цветовода есть свое кладбище когда их привозишь много соответственно кладбище может быть больше нет такого человека у которого не погибало вообще растений в общем-то святых не бывает я так думаю цветочников так что у нас из хвойников здесь имеется в основном то я так думаю здесь больше туи может быть что-то из можжевельников там ну вот кстати говоря прикольные туйки то вообще яркие такие беленькие есть я так думаю какие-то типа шаровидных что ли вот есть яркие такие вот они желтые все а вот это вот как раз наверно что-то упрессус или как он там называется наговорю сейчас наверно так а это елки да как будто елка очень интересно что елка ну судя по тому какие веточки у нее это какая-то возможно карликовая что ли ну прям такая она много новых веток вот а вот это честно я не знаю кто это очень интересно что же такое то вот это вот потому что понюхала с виду как розмарин знаете но в то же время нет ну в общем я не знаю кто это но очень интересный экземпляр и вот такой вот тоже наверное больше шаровидной какой-то будет расти нежели вверх и еще вот такой вот а елкой запахла раскидистый туйкой и вон такая тоже яркая беленькая очень яркая причем светлая я не знаю как их конкретно наверное каждый сфоткать и на сайт выставить цена у них там недорогая что-то 400 с чем-то рублей будет так у нас есть еще агланема тогда меню не вытащить огромный горшок непонятно зачем ее его о вот видишь как здорово такой огромный горшок сажают среди три растения в двадцать четвертом горшке ну куда это вообще безобразие конечно пришло не такое пышное как в прошлый раз ну может быть из-за горшка то кажется что ну такое большое в смысле худое большое а по сорту конечно все так как надо пришло здесь три точки роста прошлый раз я хотела поделить но миссии и она дала когда увидела эту блин а если я снова не выкуплю в общем получилось новую урвать слава богу в этот раз я ее поделю прям завтра чтобы не продали больше целиком ну кстати говоря она вроде как появилась если кому надо можно и целиком выкупить под заказ поэтому поэтому вот спрашивайте деленки будут так надо ее в подсобку унести сразу так давайте продолжать все убрала так это у нас ампальма дипсис похоже на хамедорея но у них вот есть небольшое отличие тоже наверное придется сейчас ее достать показать тоже опять же огромнейший горшок на кое непонятно ой тут раз два три четыре пять шесть семь точек роста вот ну конечно хотелось бы и попышнее побольше смотрела в общем взяла потому что цена закупочная недорогая но потом когда началась посчитать уже когда выкупила да посмотрел и получается из-за того что она большая размером она получается не не такая как я думала будет бы бы было бы быть по цене короче вот но в целом то конечно хорошенько здоровенько вонки глянцевые листья перри переливаются вот если и полнота сейчас посадить в красивое кашпо я думаю вот очень красиво смотреться тут у нас посылки на фоне которые надо отправлять сейчас повезу так далее что у нас у нас с вере и давайте о них поговорим это название напишу лучше не буду говорить они кстати говоря цветущие вот одна получается здесь вот видно да она цвела мы и обломили а у этой вон еще цветочек только-только вылазит в общем то они клевые тоже не мелкие огромные крупномеры сансьверии доставать не стану и так вот как бы в принципе их видно у нас кстати тут ниже малина ежевика цветет и там где-то спирея уже отсвела у нас здесь прям как в этом как в саду так кстати говоря блин приходите пожалуйста заказы стоят садовые мы уже не знаю скоро месяц уже людей ждем они у нас там блин скоро зацветут гортензии и пионы уже перерастут как бы хотелось бы чтобы растение нормальные были когда вы забираете а то получается что они ждут вас ждут перерастают потом приходят ругаются а чё это у вас тут знаешь не то что то приходите быстрее за заказами и будет все в порядке как положено и уже посадите и вырастет как надо и не вытянется потому что света у вас будет наверняка больше дальше что у нас есть и сансьверии это у нас сорян по моему тогда называется ее сравнивали с металлика но я читала где-то в группе что она по моему компактнее размером идет нежели металлика здесь куст вот честно доставать не стану примерно скажу раз-два может быть три до три розетки как обычно и бывает а здесь у нас новинка такой сансьверии не было варегатная ау-буртиана опять же пропишу название там light терым-брым ну в общем так-то на редко встречается я ее увидел такого ничего себе кого я урвала он даже детка вылезла прикольная конечно варегатность не такая ярко но я думаю такая варегатность по сорту идет потому что она только в центре дальше у нас кратончики кодиумы купила что в коробку доложить чтобы не пусто было думала конечно что все в одну коробку сложат но они там две коробки разложили наверное одна из них не полностью была заполнена ну да больше ну вот наверное из-за крупномеров тогда и полу получилось кратоны картон и красавчики это у нас вилма наверное здесь эксцелент крупняшка какой здоровый кстати говоря вон с красненькими листочками петра ну вот вилма прям яркая в этот раз очень порадовала клевенькая их помню всего 10 штук должно быть тут по три наверно до 33 а вилма наверно 4 так а этот антуриум с виду кажется обычным на самом-то деле это декоративно-лиственный и довольно я не знаю как сейчас но я смотрела на вид он как бы предлагать предложение есть продают его но в цене он как бы держится вот я давно за ним наблюдаю новые листья у него вот такие салатово-желтого цвета вообще это не максимальный размер листьев он может быть куда крупнее вот конечно клёвый конечно классный те кто занимается опылением домашних вот этих декоративно-лиственных антуриумов для скажем увеличение размера к примеру да если ты какой-то не крупный 2 партнер его то с крещением вот этого длинного да да блин взрослые растения фотографии покажу обязательно добавлю при монтаже на класс он классный заговариваю смысле вообще в бегают хочется это и это сказать на б как-то балла вон там не запомнила ее название хотя помнила не запомнила вот так вот у меня бывает там по моему одно растение в горшке но но такое уже хорошенько то есть при желании можно вот эти переукоренением короче заняться и от меня должны потом пойти детки все все шикарный экземпляры считаю все в целом привоз конечно хорошенький такой тоже компактный не сильно большой но все же вот сансы конечно порадовали очень вот в принципе все хорошо то есть к чему-то предпридраться бы так вот единственное что вот там не совсем пышно и там тоже не совсем так хотели нам же всегда мало нам хочется чтобы было много и дешево но к сожалению не всегда если все бывает вот что еще сказать отправки продолжим возобновляются и сейчас погода уже плюсовано в принципе они у нас и были эти отправки просто из-за праздников был перерыв тут четыре дня вот что-то еще хотела сказать про правила наверное я отдельно видео запишу чтобы напомнить освежить память и свою и вашу потому что туда же сама в сомнении какие-то все же прописано было по поводу всех вот этих даже если есть какие претензии или еще что-то нужно обязательно почитать особенно про риски про тайские сансы потому что сейчас как раз актуальный этот вопрос и с отправками погоду прохладную тоже важно понимать видите тут так получилось что они пришли и погода такой сюрприз преподнесла и те кто просили после 13 вот мы их как бы отправляем именно 13 так как мы и обещали вот но получается если отправить сразу холодно если отправить позже они во первых ну естественно мы же их не сажали просьбы кстати нет кого не поступило посадите пожалуйста вот мы их не посадили не полили соответственно они еще за это время за неделю получается стали еще сморщение да потому что все равно пить хочется влаги нету как мы мы же опрыскивать не будем правильно потому что это может сразу бактериалку кота развитие не дай бог загниют или еще поэтому они у нас сохли продолжали как и до этого они сушились у тайца вот а те кто отправились раньше они опять попали в морозы ну вот минусовые поэтому есть выпады из там из посылки где-то там одна санса то есть например две нормальные одна из них ну так получается пострадала вот к сожалению мы не можем предотвратить это в дороге произойти может что угодно фотографии мы отсылаем если на дополнительные просите видео снимала все показывала в общем то мы тоже переживаем за растение не меньше вашего и даже даже больше порой потому что есть моменты из-за которых там опять же типа погодные условия большинстве это сейчас волнует больше всего и вроде бы отправиться побыстрее бы даму опять прохладно и те кто ждали у них адаптация будет похуже потому что долго без посадки плюс дорога снова в общем первая партия пришла такая ну не комом конечно вот но все же до переживательные за погоды из-за все еще в основном то погода конечно сыграла злую шутку с нами вот мы будем надеяться что основная партия у нас который сегодня уезжают будет нормально все хорошо у нас и до этого отправлялись и с деком и почты и все было плюс минус в целом как бы основной томасе все хорошо есть выпады но из них никуда поэтому я и говорю читайте пожалуйста по риске когда заказывайте тайские сансы если что-то приходит к нам мы распаковываем видим какие-то косяки мы сразу их эти растения просто убираем то есть ну нет такого чтобы мы взяли там я на видео вам показала что вот она вздохла и мы его все равно отправим но неправда такого не бывает зачем нам лишние претензии знаете мы лучше это в до отправки вопрос решим нежели мы отправим потом бомбу еще разговаривать извиняться там кому-то что-то доказывает да ты вот знаете я не тот человек который бы с этими конфликтами вы ради денег не стоит деньги не стоят этих конфликтов которые по итогу получается поэтому то что по факту получается приходит это не не наша вина ну то есть там какие-то кистики к примеру да к упаковке тут как бы другой вопрос а если упаковка хорошо и там примеру два растения из трех хорошо а третье вот ну может потому что ярче вар был или я не знаю там что может быть причина плюс перепадаете погода ну короче погода вообще все все про нее говорю говорю она не буду отвлекать больше рассказала про привоз вроде бы все ставим палец вверх подписываемся на канал ставим на уведомление чтобы не пропустить следующие видео всем спасибо и пока пока